российский коллективный диктатор настолько увлекся вечной властью что не может покинуть такой родной пост президента путин все чаще показывается на публике его видят в разных местах чуть ли не одновременно а изменения в его внешности только подтверждают версию а его двойниках очень по-разному иногда выглядит очень по-разному из можно вспомнить там путина во время парада вот на день победы как он там выглядел да потом через какое-то время он под речком уже там пытался по крайней мере этот горный козлик там скакать и делать какие-то заявления британская разведка еще летом сообщала что путин может быть мертв а на публике появляются его двойники мнение что российский диктатор использует клонов разделяет и глава главного управления разведки минобороны украины кирилл буданов для меня я точно 3 двойники каких вот я особо быстро бачу одразу скільки их насправде треба просто подняти информацию он также добавил что у путина в разные повадки манеры походки и даже разный рост регулярные доклады о состоянии здоровья путина делает американская разведка врачи приписывают ему проблему с неврологией и даже рак если забрать воедино все предположения о состоянии путина то он может страдать раком поджелудочной и щитовидной железы а также болезни паркинсона и это может влиять кстати на те решения которые принимает путин например в контексте там нападения на украину широкомасштабные вины угроз там у всех утопить в ядерном апокалипсисе ну и многим другим таким вещам ну если у медведева там все проще человек просто сидит на бутылке с нее как бы не слазит у путина это скорее всего связано с медикаментами также о двойниках говорят психологи одно из последних видео где путин якобы был на полигоне 20 октября психотерапевт елена рыхальская анализировала поведение путина и заявила что там также двойник хочу подчеркнуть что не факт что это был не его но какой-то человек который его играет ведь путин который так сильно боится за свою жизнь явно бы не поехал на полигон психолог убеждена что у президента рф точно есть двойники то что у него есть двойники то ну сто процентов но это даже дайте мне все детали все съемки я вам лично расскажу где двойник где путин диктатор боится свою жизнь больше всего поэтому двойники спасают его от любого покушения даже от покушения своих же людей ведь у власти хотят оказаться многие пользователи сети даже создали таблицу двойников путина изменения в его внешности замечают все это может объяснять его долгое правление и вечную активность в свои-то 70 лет если настоящий путин умрет то зомбированные россияне об этом долго еще не узнают